3 июля школьники страны будут сдавать единые государственные экзамены по географии, литературе и информатике. При подготовке особое внимание уделяется безопасности проведения. Готовность Чебоксарской школы номер 24 к итоговой аттестации проверил в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Контроль на металлодетекторе уже привычная для всех процедура. А вот измерение температуры, обработка рук антисептиком и рассадка с соблюдением дистанции – новшество этого года. Школьники будут сдавать ЕГЭ по 9 человек в аудитории. Маски и перчатки можно будет снимать. В случае необходимости выдадут дополнительный комплект защиты. Пункты проведения экзаменов оборудованы приборами для обеззараживания воздуха – рециркуляторами. До и после экзаменов будет проводиться обязательная дезинфекция помещений. За соблюдением правил сдачи экзамена будут наблюдать онлайн. ЕГЭ в Чувашии в этом году планируют сдать более 5500 школьников. Откроются 36 пунктов проведения экзаменов, один из которых – на дому. На базе Чувашского республиканского института образования создан ситуационно-информационный центр, где будут работать 85 наблюдателей. Напомним, что в этом году ЕГЭ сдадут только те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Мы все-таки считаем, что в целом мы с нагрузкой этой в этом учебном году справились. Дети получили необходимый багаж знаний. Мы уверены, что наши дети справятся с этими испытаниями и достойно сдадут ЕГЭ. И, конечно, экзамены не обходятся без волнения как школьников, так и их родителей. В этом случае надо прислушиваться к мнению тех, кто уже прошел через процедуру ЕГЭ. Волновался и волнуюсь. У меня еще впереди двое школьников растут. Пока, конечно, им до ЕГЭ далеко. Благодаря, наверное, и стараниям старших детей, их у меня трое студентов, все сдали благополучно, все поступили ровно на те направления, на которые хотели поступить. И я очень рад, что они на сегодняшний день очень успешно справляются уже с обучением. Всех сегодняшних выпускников мы ждем на предприятиях Чувашии для продолжения своей трудовой деятельности. Готовы сопровождать и в процессе обучения, помогать и соответствующим образом поддерживать, кто выберет для себя будущее место работы предприятия и органы государственной власти Чувашской республики. Сдача ЕГЭ начнется 3 июля и продлится до 23-го. Подача апелляций и работа конфликтной комиссии будет проводиться в онлайн-режиме.